В зале заседания не протолкнутся депутаты, общественники, кандидаты и десятки журналистов. Повод выбора главы администрации муниципального образования города Астрахань. Олег Полмардвинов написал заявление по собственному желанию. Должность вакантна с 9 октября. На неё заявилось 8 кандидатов. Один кандидат Морозова заявил об отказе от участия в конкурсе. Соответствующее заявление от 2 ноября в материалах работы конкурсной комиссии имеется. Два кандидата Уталиев и Раджапов не явились на заседание конкурсной комиссии. В итоге конкурсная комиссия в составе шести человек рассмотрела предвыборные программы пяти кандидатов. Андрей Бодаковский первым подал заявку на выборы сети-менеджера. Он руководит региональным агентством по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок. Олег Шейн депутат Государственной думы. Тимофей Щербаков депутат областной думы. Данил Ивашкович об этом кандидате известно, что он занят в сфере образования. Замыкает список Радик Харрисов, исполняющий обязанности министра промышленности, транспорта и природных ресурсов. Из пяти конкурсная комиссия выбрала двоих – Андрея Бодаковского и Радика Харрисова. Кто из них займет пост сети-менеджера, решали городские депутаты. И без подсчётов голосов становится понятно, кто в лидерах. За Андрея Бодаковского из депутатов никто не проголосовал. Шесть против, 21 воздержались. Решили вообще не принимать никакое решение пять депутатов. За Радика Харрисова свой голос отдали 27 народных избранников. Пять против, воздержавших все нет. Заметили, наверное, в зале, депутаты задавали точечные вопросы и получали на них абсолютно, так сказать, утвердительные ответы. Поэтому я очень рада, и не буду это скрывать, что у нас у города появился свой городской управляющий. И буквально с завтрашнего дня, как только будут опубликованы документы, мы начнём работать уже в полную силу. Первый вопрос, это, безусловно, городская среда. То, что нужно ей заниматься. Нужно заниматься дворовыми территориями, нужно заниматься тем вопросами, которые накопились. И выделение земельных участков для, так скажем, годной категории граждан. Наследство, к сожалению, осталось не очень интересное. 7300 человек в очереди стоит. 15 тысяч на улучшение жилищных условий. Поэтому первое, что мы сделаем, мы сделаем, так скажем, нормальный подход к бюджету. Сделаем нормальный подход ко всем программам, которые сегодня сформулированы. Кадровой перестановки в администрации города Радик Харрисов пока не планирует. На вопросы журналистов отвечают. Всё станет известно 22 ноября, после заседания с городскими депутатами. В планах решения транспортного вопроса, переговоры по реанимированию троллейбусного депо. Должность главы администрации города Радик Харрисов будет занимать два года, вместо четырёх. Причина – истечение полномочий городской думы шестого созыва. Новая дума в 2020 году выберет нового сити-менеджера. Жанна Алиева, Игорь Нифиденко, Центр новостей.